Всем привет! С вами Матвей и Воксана, город Ангарск, Иркутская область. Сегодня у нас 11 сентября 2021 года. На днях я собрала свой урожай ЧБЗ, поставила вино. Что я делаю дальше? Я отцепила от шпалеры все лозы и уронила их горизонтально вот так. И если объявляет заморозок, то здесь у меня пленка еще. Я накину. Сейчас стоит задача как можно дольше сохранить листья зелеными, чтобы лоза дозрела как можно больше. Вот она уже начала вызревать, да? Уже вот такой соломенный цвет. Он еще не хрустит. В общем, и так будет лоза лежать до октября, до самой обрезки. Обрезку вообще на самом деле уже можно производить. То есть убрать все лишнее и вот дозаривать лозу только ту, которая будет зимовать. Но вот если вам нужны черенки, если дальше там какие-то эксперименты, выращивать черенки, продавать и делать саженцы, то нужно как можно больше лозы, да? А если вам не надо ничего, то можно уже вырезать и такой вот лес сильно много не укладывать. То есть вырезать и оставить только дозариваться самые такие лозы. По обрезке ничего не скажу. Есть тысячи роликов, как правильно обрезать виноград. Я виноград обрезаю без всяких правил. Любая лоза, вот любая, абсолютно любая лоза, которая выросла и вызрела, на следующий год даст урожай. Какую оставлять лозу, это уже дело ваше. Ну, естественно, если вы вот так всю лозу вот эту оставите, все, урожая не будет. На каждый куст, на взрослый куст, не более шести лоз надо оставить. На взрослый. Первый год мы оставляем одну лозу, второй год две лозы, третий, три, четыре там уже по усмотрению, какой куст сильный, не сильный. И вот самое максимальное, это с запасом шесть лост на один куст на зиму. С учетом того, что мы еще весной их будем прореживать, если они вдруг все будут, выживут, выйдут из зимы, хорошо. Поэтому обрезать это дело ваше. Можете уже обрезать и вот так вот уложить на дозаривание. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok